Роптис Разобраться на бурдюр ему не по силам. В случае экстренного режима можно использовать джойстик для ручного управления. По слухам, в Японии уже идет разработка нескольких специальных остановок для роптиса, на которых можно будет вызвать автомобиль. Инженеры из Сингапура обрадовали миллионы поклонников формата 3D. Теперь для того, чтобы окунуться в трехмерную реальность, достаточно наклеить специальную пленку на свое мобильное устройство. Разработка получила название iFly3D. Стереоизображение можно просматривать без специальных очков. Пленка не влияет на яркость экрана. Для конвертации видео в 3D необходимо скачать специальное приложение. Сейчас можно сделать предзаказ для айфонов пятого поколения. В ближайшее время компания NanoView планирует выпуск пленки для Samsung Galaxy S4 и iPad 4. Стоимость iFly 35 долларов. Распечатать сердце на принтере звучит как фантастика, только не для британских ученых. Они разработали устройства, способные создавать материалы, схожие с настоящими живыми тканями. Исходные материалы – микроскопические капли клетки, состоящие из воды и молекул жиров. Ученые научились объединять их с помощью специального 3D-принтера, который слой за слоем создает необходимую деталь. В будущем планируется выпуск трансплантантов. Для начала это будут кровеносные сосуды. Потом приступят к печати более сложных органов. Как говорят ученые, с виду напечатанные органы не будут напоминать настоящие человеческие. Но процессы они будут выполнять идентичные. Владельцы айфонов теперь могут преобразовывать силы в цифровые изображения и видеоролики. Бесплатное приложение SleepArt использует встроенную камеру и микрофон. С помощью этих компонентов программа следит за пользователем, пока тот спит. Приложение наблюдает за движениями тела и улавливает малейшие изменения дыхания, напряженно вслушиваясь в то, как спящий дышит или даже храпит. В зависимости от настроек, утром пользователь получает серию изображений или видеоролик с интерпретацией сна. Так, например, преобладание зеленого цвета говорит о том, что сон был спокойный, красный, что человека мучила бессонница. Приложение можно скачать в App Store. Новое приложение Facebook Home превратит смартфон в социофон. После его установки все основные действия социальной сети станут доступны прямо на главном экране. Так, например, двойным касанием по фотографии можно лайкнуть ее. В приложении есть также функция ChatHeads, которая дает возможность общаться с друзьями в Facebook-чате, даже тогда, когда пользователь работает с другим приложением. Превратить свой гаджет в социофон смогут далеко не все. Счастливчиками станут обладатели флагманов от Samsung и HTC. Приложение станет доступно 12 апреля в магазине Google Play. Сайт фотоблогов MIGODU.COM выпустил приложение для мобильных устройств на платформе Android. При помощи него вы избавитесь от загрузки фото и видео в каждую социальную сеть по отдельности. В приложении огромный набор функций. Фото и видео редактируются, доступны различные эффекты. С помощью приложения можно вести прямые трансляции с местонахождения. Комментарии из соцсетей объединяются в единый список. Сейчас доступны только в Facebook, ВКонтакте, LiveJournal и Twitter. В скором времени к ним добавят многие другие сервисы. Приложение доступно в Google Play. Компания Apple планирует запустить собственную радиостанцию летом нынешнего года. Сейчас яблочная корпорация находится в стадии переговоров с рядом музыкальных компаний на право использования их треков. iRadio представит ряд новшеств. Так, например, если вам понравится запись, можно будет вернуться в начало проигрывания. Либо приобрести ее в магазине iTunes. Помимо США, сервис первоначально будет запущен в Японии, Франции, Германии, Австралии и Великобритании. В России может появиться четвертый федеральный оператор сотовой связи. Компания ВТБ завершила сделку по приобретению Теледва Россия у главной компании в Европе. Сейчас ВТБ обсуждает возможность партнерства с компанией Ростелеком. Рассматривая вариант создания совместного предприятия, которое станет виртуальным оператором, на сетях Ростелекома, имеющего лицензии на мобильную связь третьего и четвертого поколения, Появление нового оператора мобильной связи может привести к переделу рынка и началу ценовых войн. Кроме того, сократится выручка компаний, предоставляющих услуги сотовой связи. Компания LG создаст смартфон с тремя дисплеями. Патент был подан еще в 2010 году, но только сейчас его зарегистрировали официально. Смартфон представляет собой устройство с традиционным дисплеем и двумя выдвижными по бокам. Они содержат интерактивный контент, на эти дисплеи могут выводиться настройки, клавиатура. Сроки начала производства смартфонов с подобными дисплеями на данный момент неизвестны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смартфон с кодовым названием CATWALK будет изначально представлен в белом, черном, красном и голубом цветах. У CATWALK будет инновационная ксеноново-светодиодная вспышка, дисплеи 4,5 дюйма и металлический корпус. Возможно, CATWALK станет не единственным смартфоном, представленным на семинаре. Так, ранее в интернете появились слухи об аппарате под названием Nokia EOS, который получит 41-мегапиксельную камеру. Трицарские исследователи доказали, идентифицировать человека можно не только по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза, но и по его дыханию. Точнее, по букету химических компонентов, выдыхаемых человеком ртом или носом. По словам исследователей, нет двух человек с совершенно одинаковым химическим составом выдыхаемого газа. Интересно и то, что тест дыхания может стать надежной альтернативой анализу крови и мочи.